МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА События недели в эфире в студии Артём Сухоломкин. Здравствуйте. Центральная тема недели. Законодательные собрания регионов приступили к голосованию по законопроекту о поправках в Конституцию. 53 депутата за, трое воздержались. Таковы итоги заседания в Брянском парламенте. Большинством голосов инициативу президента депутаты одобрили на 10-м внеочередном заседании. 10-е внеочередное заседание Брянской областной думы седьмого созыва начинается с минуты молчания. В ночь на 9 марта не стало одного из самых молодых брянских депутатов Евгения Сатарова. Далее к повестке. Первый и, пожалуй, самый значимый пункт – рассмотрение закона о поправке к Конституции Российской Федерации. Это инициатива президента. Пакет поправок к главному документу государства Владимир Путин внес в Госдуму в январе. Депутаты Государственной думы в третьем чтении поддержали закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти. В итоге в документе прописывается ряд социальных гарантий гражданам нашей страны, в частности, о социальных выплатах, об индексации пенсий, о закреплении минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума. Одно из изменений в Конституции касается детей. Теперь в документе будет прописано, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. И таких пунктов десятки предлагается закрепить понятие брака, как союз между мужчиной и женщиной, изменить статус и полномочия Госсовета, парламента. Есть поправка, посвященная целостности страны, чтобы никакая территория России не отчуждалась в пользу другого государства ни при какой власти. Однако единогласно принять закон не удалось. Воздержалась фракция КПРФ, как накануне в Госдуме, так и на местном уровне. Единогласно поддержан закон тремя фракциями – Единая Россия, ЛДПР и Справедливая Россия. Для многих представителей этих политических сил позиция коммунистов была непонятна. Непонятна позиция КПРФ сегодня, потому что очень много тех социальных инициатив, за которые боролась КПРФ, нашли свое отражение в данном законопроекте. Только за то, что наконец-то в Конституции появилось такое положение, что запрещается отчуждать территорию Российской Федерации. И только за это можно было единогласно голосовать за данный проект. Но коммунисты, наверное, за то, чтобы Курилы отдать Японии, Калининград, Польше, а Крым отдать обратно Украине, как они это делали раньше. Поэтому прежде чем сделать такие заявления, надо немножко думать. Я не буду подчеркивать, какая партия воздержалась, воздержалась от чего, задайте себе вопрос. Фракция ЛДПР, высший совет ЛДПР поддержал законопроект. Сегодня наша фракция на Брянской областной думе до этого заседания единогласно также поддержала. Поддержав закон единогласно, Единая Россия, ЛДПР и «Справедливая Россия» называют инициативу президента жизненно важной. 53 голоса «за», трое воздержались. Поправки, о которых многие говорили, что нужно поднять роль семьи, нужно ежегодно индексировать пенсии и пособии. Все не принимается. Нужно закрепить в Конституции, что наши территории, они незыблемы. Никто не имеет права сегодня даже и думать о том, что можно их как-то отторгнуть, продать Аляску, там часть Курил. Все, Конституция, мы закрепляем это Конституцией. Мы закрепляем Конституцией, что каждый чиновник, который работает от президента и ниже, не может иметь двойное гражданство. Прокуратуры, ФСБ, сексовых структур, сенаторы, депутаты. Мы же это принимаем. Да, и мы даем возможность, если проголосуют люди, поддерживать, как сказал президент Владимиру Владимировичу, возможность. Мы его не назначаем на должность, но сам отказался от этого. Я против того, чтобы продлевать полномочия. Если люди примут, и это будет возможность, то я подумаю. Но мы же должны все попросить. Потому что наша страна, она сегодня поступательно развивается. Кто бы что ни говорил. И нам нужно сохранить, именно сохранить те хорошие тенденции, которые сегодня мы имеем. Напомним, голосование по поправкам к Конституции России пройдет 22 апреля. Этот день объявлен выходным, чтобы у каждого была возможность выразить гражданскую позицию. Рассмотрели на заседании областной думы и другие вопросы повестки. В частности, в трех чтениях депутаты одобрили законопроект, определяющий ответственных в регионе за сферу обращения с безнадзорными животными. Принят закон об ответственности власти на местах за подготовку и проведение всероссийской переписи населения. Изменения в главный закон страны продиктованы временем, социально ориентированы и направлены на защиту исторической правды и будущего нашего государства. Примут ли жители нашего региона 22 апреля участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию и почему это важно, узнала наша съемочная группа. Конечно. А почему это важно, как думаете? Ну, важно. Ну, это для народа сделано, значит, важно. Пойдем, конечно. А почему это важно? Ну, почему важно? Потому как все-таки хочется что-то изменить в жизни, чтобы для нас было лучше. Во всяком случае, мы надеемся. Это важно для нашей страны, так как все зависит от нашего будущего, как мы жить будем дальше, как наша страна будет развиваться. Ну, это важно, мне кажется, для каждого человека. Для меня это важно в первую очередь. Потому что, действительно, Конституция давно не претерпевала изменений. Ну, это важно для любого нашего гражданина, потому что это обеспечивает нашу будущую жизнь. Для каждого россиянина это честь. Как бы, ну, это просто необходимо. Особенно для меня важно, чтобы не было распада этой страны. Вот это. Вот это новое, что внесут в Конституцию. Вот это для меня пункт важнее всего. На минувшей неделе активно шла работа в комитетах областной думы. В нашем обзоре самые важные моменты. Диспансеризация для старшего поколения и дополнительный уход за пожилыми людьми. Эти и другие вопросы обсудили в Брянской областной думе на заседании комитета по вопросам социальной политики и здравоохранения. В 2019 году было закуплено 29 автомобилей для перевозки граждан старше 65 лет в медучреждения. Создано 29 мобильных бригад. В этом году планируется осуществить диспансеризацию для почти 11 тысяч граждан старше 65 лет. Как сегодня выстроить систему подготовки и закрепления педагогических кадров в образовательных учреждениях региона? На этот и другие вопросы отвечали члены комитета по образованию, науки, культуре и СМИ Брянской областной думы на выездном заседании. Площадкой стал Брянский государственный университет. Будем искать такие пути, такие подходы, которые позитивно скажутся, чтобы выпускники школ приходили и обучались по педагогическим специальностям, чтобы выпускники вуза, получив соответствующее образование, шли в школы, закреплялись в этих школах и становились профессионалами своего дела. Вместе с депутатами обсудили и другой момент – ситуацию, когда в школе работают люди, при этом не имеющие высшего образования. Задача районов – убедить таких педагогов поступить в университет и получить высшее образование. Порядка 20 важных тем в повестке депутатов комитета по промышленности – от капитального ремонта домов до поддержки предпринимателей и работы общественного транспорта. Среди хороших новостей – изменения, которые ожидают воздушную гавань Брянска. Это большая стройка. Порядка смертной рекомендации по реконструкции первой очереди выполнена, прошла государственную экспертизу. В марте месяце, через неделю будет выполнена экономическая экспертиза. Я думаю, что мы войдем в программу реконструкции аэропорта до 2024 года, реально или к концу года, или начале следующего года начнется уже строительство. Строительство, в том числе и большого аэровокзала, увеличит возможности аэропорта Брянска. Мы вошли в десятку проектов на территории Российской Федерации, где будут развиваться эти аэропорты. Ведется речь с инвесторами по постановлению президента Российской Федерации. У нас мы можем принимать любые лайнеры, но сегодня нужен аэровокзал. Там, где будет не только самолет улетать и мы в одни ворота, а и реверс так называемый. Прилет, улет должны быть, как сегодня сказал директор аэропорта, что у нас будет уже шесть пунктов пропуска. Обсудили поддержку малого бизнеса, регулирование тарифов в регионе, ситуацию с общественным транспортом и программу «Чистая вода». Мне непонятно, например, глава Карачевского района, когда выделяются областные средства по программе «Чистая вода». Она очень жизневажная программа. Губернатор выделяет средства и третий раз они не могут провести торги, при этом имея свой Карачевский водоканал. То есть не могут построить водонапорную башню. Поэтому на следующий комитет мы их вызываем. И главу района, и директора водоканала. Областная казна выделяет на программу «Чистая вода» львиную долю денег – более 90%. Председатель промышленного комитета подытожил – неприкасаемых у нас нет. А жители области должны понимать, куда идут бюджетные деньги и кто тормозит процесс. Выездное заседание комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской областной думы прошло в Карачеве. Главный вопрос – когда завершится реконструкция стадиона «Снежить». Капитальная реконструкция началась еще в 2012 году, но затем остановилась. В 2017 была скорректирована проектно-сметная документация. Выделены деньги, но снова что-то пошло не так. С чем мы столкнулись и на нашем комитете рассматривали, попался недобросовестный подрядчик. И мы сегодня данную проблему решили. И деньги, переходящие у нас остались на 2020 год. И мы планируем до конца года выполнить данные работы. И здесь появится хороший для Карачевского района значимый стадион. К середине апреля определится подрядчик и начнутся работы. В списке первостепенных задач полностью обновить трибуны, обустроить футбольное поле и сделать беговые дорожки. На очередном заседании комитета областной думы по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии обсуждался вопрос организации оздоровления детей и подростков, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения. В этом году планируется оздоровить больше 63 тысяч детей. Из них примерно 20 тысяч ребят из чернобыльских районов. Комитет также обсудил вопрос о противопожарных мероприятиях в лесах области. Завершил неделю комитет по бюджету, налогам и экономической политике. В парламентарии обсудили реализацию инвестиционных проектов в Суражском районе. Речь шла о градообразующем предприятии по производству картона «Пролетарий» в планах масштабное развитие и увеличение выпуска продукции. В этом году мы планируем еще один проект на полтора миллиарда рублей. Что мы хотим здесь добиться? Это мы хотим сэкономить потребление энергоресурсов на 20%, либо увеличить производительность на 20%. Среди новых проектов предприятия строительство энергетического узла инвестиций 600 миллионов. В новой котельной все автоматизировано. Получили экономию по газу, получили порядка 70% полок электроэнергии именно на изготовление пара. Это порядка еще полутора миллионов рублей мы сэкономили. Средняя заработная плата на предприятие 53 900, учитывая планы развития, это не предел. Растут заказы, оснащенность производства выходит на новый уровень. В Суражском районе продолжается работа по повышению инвестиционной привлекательности, развитию и поддержке бизнеса. Глава региона Александр Богомас провел встречу с председателем совета директоров компании «Центр Дорстрой» Игорем Куровым. Игорь Анатольевич рассказал губернатору о желании компании участвовать в торгах на брянских объектах. «Центр Дорстрой» занимается дорожным и аэродромным строительством более 60 лет. Компания имеет опыт работы по строительству и реконструкции аэропортов, дорог и мостов. Глава региона Александр Богомас отметил, запланирована большая стройка в Брянском аэропорту, и «Центр Дорстрой» при желании может принять участие в конкурсе наподряд. Эффективность работы муниципального земельного контроля по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Этой теме была посвящена пресс-конференция, которая прошла в региональном правительстве. На вопросы журналистов ответил директор областного департамента сельского хозяйства Борис Грибанов. Проблему возвращения в оборот заброшенных сельскохозяйственных земель в последнее время обсуждают на самом высоком уровне. Необходимость совершенствования нормативно-правовой базы в этой сфере назрела давно. Президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед правительством задачу проработки этого вопроса активно привлекать регионы, которые уже имеют положительный опыт и наработки. Если коснуться Брянской области, то у нас 1 миллион 717 тысяч гектар земли. Из них пашни 1 миллион 84 тысячи гектара. Сейчас пашни у нас 90 процентов, 10 процентов нужно запустить. Это в районе 112 тысяч. За два года мы ее победим. Брянская область входит в число лидеров по объемам ввода в эксплуатацию ранее неиспользованных земель. И это не просто громкие слова. Мы на сегодняшний день земли вводим в оборот, которые 30 лет не обрабатывали. Там уже лес. В последние годы в Брянской области проведена большая работа. Введено в сельскохозяйственный оборот более 206 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Ежегодно вводится в оборот ранее неиспользованных земель в пределах от 30 до 50 тысяч гектаров. Лучшие районы по использованию сельскохозяйственных угодий. Это Камаринский район. У них на сегодняшний день используется 99 процентов. Малинский 96 процентов. Почебский 95 процентов. Среди отстающих Дядьковский, Клетнянский и Злынковский районы. Со специалистами муниципалитетов регулярно проводится разъяснительная работа. Однако не все в этой ситуации зависит от власти на местах. Зачастую главным препятствием является недобросовестное отношение самих собственников земли. Некоторых приходится в буквальном смысле разыскивать и в принудительном порядке заставлять либо обрабатывать, либо реализовывать участки. Процедура уже отработана и мы готовы их выставлять на торги. Мы знаем, как это делать. У нас это получается. Вроде как какие-то участки вынуждены купить собственность области, какие-то участки реализовываются. Но, к сожалению, бездействие приводит к тому, что мы вынуждены муниципальное образование заставлять каким-то образом как можно больше проверок проводить. Хотя у нас есть и федеральные органы, которые тоже могли бы оказать содействие. Речь в данном случае идет об эффективности работы Россельхознадзора. Именно предписание этого ведомства является основанием для искового заявления. А за весь 2019 год сотрудниками учреждения возбуждено лишь 37 административных дел, штрафные санкции по которым составили всего 80 тысяч рублей. А за последние три года судебным решением изъято всего 8 земельных участков. Россельхознадзор не заинтересован, чтобы земли вводились в обороты. А просто констатировать факты, это никому не нужно. Простой пример. В 13 районах не были вообще запланированы никаких проверок. В 13 районах. Это их обязанности уходит. Они должны тоже беспокоиться, чтобы земли не зарастали, чтобы они были введены в все обороты. Уклоняясь от исполнения своих непосредственных обязанностей федеральное ведомство фактически саботирует исполнение указов президента. Действенных рычагов воздействия на Россельхознадзор у оригинального департамента сельского хозяйства нет. Вот и вынуждены местные руководители использовать недостоверные данные, предоставленные сотрудниками ведомства, и фактически делать за них работу. А ведь некоторые огрехи так называемых коллег наносят серьезный ущерб не только репутации областных властей, но и региональному бюджету. Проблема еще заключается в том, что нам пришлось приобрести ряд земельных участков, которые требуют рекультивации. Мы не можем даже ввести сейчас сельхозобороны в связи с тем, что они непригодны для этого. И как раз мы говорим о том, что управление Россельхознадзора должно проводить проверки в отношении данных земельных участков и заставлять этих собственников рекультивировать эти земли, только лишь потом запускать процедуру изъятия. А у нас, получается, мы вынуждены собственность области приобретать неликвидные земли. С такими помощниками, как говорят в народе, и врагов не надо. А ведь Брянская область находится фактически на финишной прямой. В 2019 году в регионе использовалось 82% от всей площади сельскохозяйственных угодий. В оборот осталось ввести чуть более 300 тысяч гектаров. Но из-за бюрократических проволочек и неспособности найти компромисс с федеральной структурой, которая, казалось бы, должна оказывать содействие, реализация программы может затянуться на долгие годы. В Брянской области стартовали весенние полевые работы. В этом году с ранним приходом весны выход в поля пришелся почти на месяц раньше, чем обычно. Благодаря современному агроподходу и труду сельхозпроизводителей, а зимы на брянских полях уже получили первую подкормку. Обработать тысячи гектаров полей, уделить внимание каждому виду о зимах и заложить основу урожая. Сотни единиц техники, механизаторов и агрономов всей области ранняя весна вывела в поля. Мы выводим растения из сна, соответственно, начинается вегетация. После этой зимовки видно, что выпадов на полях особо нет. И встречаются участки, где присутствует выпад. Но это незначительно. Освоение новых территорий в Новозыпковском районе, возможность для высадки картофеля одного из климовских сельхозпредприятий. Еще в прошлую страду эти земли зарастали лесом. Две тысячи гектаров очистили от бурьяна и сухостоя. И уже в этом году будет собран первый урожай. Уже создан проект, подготовлены семена, осталось дождаться посева. А весенняя обработка полей – ежегодный ритуал для азимого гибридоржи. Мы сами видим здесь на этом участке такая загущенность и растения такие хорошо развитые. Как этот цвет вы определяете? Цвет, наличие окраски – это все говорит об азоте. Главная особенность такого типа азимых – высокая урожайность. Подкормка растений проводится в три этапа. Вдоль зеленого настила механизированная техника распыляет минеральные удобрения. Идет все хорошо, идет нормально. Выполняем объемы. Ребята даже по той установленной норме, они свою норму могут в несколько раз превысить. Весенние полевые работы стартовали и тут, на Стародубской земле. Почти 30 единиц техники и столько же рабочих на протяжении недели ведут подкормку минеральными удобрениями, а зимы – зерновые, рапс и многолетние травы. Кроме удобрения подросших растений, главная задача аграриев – сохранить полученную влагу, а при необходимости ее додать. Все побеги проверяются в лаборатории. Специалисты выявляют количество накопленного азота и определяют, какую норму удобрения внести в каждое поле. В прошлом году у нас выпала осадка 407 мм. Средняя для нас характерна от 650-700 мм. В прошлом году мы недополучили треть влаги. Поэтому сегодня влага у почвы есть, выпало 12 мм, два дождя по 6 мм. И ждать не ждем. Влага есть, тепло есть, растение инвестирует и работаем полным ходом. Особое внимание и к озимому рапсу. Он, как никакая другая культура, нуждается в большом количестве серы. Выличивает она не только урожайность, но и масло в зерне. Переживали за рапс, как он призимует, потому что снега не было. Но сегодня видим, что как и зерновой и рапс призимал хорошо. Боимся веседней заморозки. За рулем мощной и современной техники Михаил Самонин уже 4 года. Стать механизатором сельхозпредприятия и кардинально сменить род своей деятельности он решил спустя 5 лет после получения профессии сварщика. Жизнь всей его семьи связана с полем, а в послевоенное время даже бабушка работала на тракторе. Михаил признается, ждал весенних работ. Быстро, спонтанно. Сельское хозяйство – это шерстковое земледелие. Ну и здесь всегда все быстро. Сказали, надо все, зацепили. В течение одного дня мы наладили агрегат и поехали работать в поле на следующий день. В планах на весну у старейшего сельхозпредприятия нашего региона «Красный Октябрь» обработка более 6,5 тысяч гектаров озимых. Богатый урожай – это качественная почва, усовершенствованная техника и современные технологии, а еще любовь сельских тружеников к земле – основа достижений нашего региона. Строительство и реконструкция сразу двух важных объектов проходят на территории Жуковского района. Это ледовый дворец, который возводят на территории стадиона «Лесная поляна» и обновление Дома культуры в поселке Латыши. В своих выступлениях губернатор Брянской области Александр Богомаз неоднократно подчеркивал – спорт – это то, что позволяет добиваться успеха в жизни. Благодаря спорту дети будут расти здоровыми. И для этого нужно создавать условия. На территории Брянской области сегодня принята программа развития спорта, программа строительства спортивных объектов. То есть уже в этом году часть начата, часть будет до конца года объявлена, проторгована. Это пять ледовых и пять бассейнов за счет областного бюджета. В рамках этой программы как раз и строится ледовый дворец в Жуковке на территории стадиона «Лесная поляна». Работы стартовали в начале марта. Общая стоимость – 210 миллионов рублей. По проекту работы будут завершены к маю следующего года. Однако подрядчик обещает сделать все раньше. Не в ущерб качеству. У нас в районе есть хоккейная команда, взрослые. Они сейчас участвуют в первенстве области. Наличие своего собственного ледового дворца позволит систематично заниматься и иметь более хорошее достижение. Помимо строительства ледового дворца, здесь на стадионе «Лесная поляна», запланировано еще и капитальный ремонт стадиона. Будет заменено поле, футбольное поле, оно здесь стандартных размеров. Будет выполнено оно из искусственного материала и пользоваться этой футбольной площадкой можно будет в любое время года. Полностью отремонтируют беговые дорожки, трибуны. Проект уже готов. В ближайшее время определится подрядчик. Работы планируют начать в апреле и к сентябрю уже все закончить. Второй важный объект, реконструкция которого проходит в Жуковском районе, это дом культуры в поселке Латыши. В нашем учреждении работают 17 кружков и объединений. У нас спортивный зал огромный, спортивные объединения «Спартака-богалтырь» как для взрослых, так и для детей. В прошлом году здесь капитально отремонтировали крышу, провели косметический ремонт фойе. На это из местного бюджета был выделен 1,6 млн рублей. В этом году мы продолжили текущий ремонт и отремонтировали на сегодняшний день потолок в фойе. Занимаемся сейчас текущим ремонтом в зрительном зале. Отремонтировали и уже готов к эксплуатации наше помещение. Это душевые, туалетные комнаты и раздевалки при нашем спортивном зале. Зрительный зал будет готов к апрелю месяцу. В планах на следующий год – замена окон, обновление полов и покупка новой мебели и оборудования. Брянск с рабочим визитом посетил руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Сергей Вазюлин. Генерал-майор юстиции провел личный прием граждан и ответил на вопросы нашей съемочной группы. Следственное управление на транспорте расследует преступления, совершенные в поездах и на вокзалах, в самолетах и аэропортах, морских портах. Вопрос безопасности в этих местах – один из важнейших. Следственный комитет Брянского региона курирует деятельность Смоленской, Калужской, Курской и Орловской областей. А подобные выездные приемы граждан Московского межрегионального следственного управления на транспорте стали уже традиционными и весьма полезными. Стараемся выслушать граждан, стараемся дать и юридическую оценку. В этот раз все обращения касались финансовой темы – вопросов возмещения заработной платы, восстановления трудовых отношений. Тем не менее, одна из важнейших функций ведомства – профилактическая работа. И здесь важно найти общий язык между различными ведомствами. Это школы, органы правопорядка, власть, уполномоченные по правам ребенка, родители. Ведь в центре – здоровье, а порой и жизнь человека. Однако люди продолжают нарушать. Переход в необорудованном месте, хождение по путям или вдоль них, пребывание на объектах, не предназначенных для нахождения граждан, вне пределов остановочных платформ. Это все запрещено на самом деле правилами. И эти правила, к большому сожалению, написаны на конкретных случаях травмирования, как мы говорим, на крови. И это, несмотря на то, что только в прошлом году случаев травмирования на транспорте стало на 20% меньше. В Брянской области, отмечает Сергей Вазюлин, число попавших в травмпункты людей уменьшилось. А вот дети и подростки по-прежнему вызывают беспокойство. Зачастую это погоня за красивым снимком, за быстрым выставлением в Инстаграм. Подростки готовы рисковать, готовы залезать на вагоны, те же самые селфи. Вот у нас есть факт электрического травмирования. Обратиться с вопросами безопасности на транспорте, высказать свою точку зрения, можно не только во время личных приемов. У следственного управления есть свой сайт. В нем удобная приемная. Ни одно обращение не останется незамеченным. Брянских работников жилищно-коммунального хозяйства поздравили с профессиональным праздником. Торжественное мероприятие прошло в правительстве Брянской области. Лучших слесарей, сантехников, инженеров, водителей наградили медалями, почетными грамотами и благодарностями. О достижениях ЖКХ и людях, которые всю жизнь проработали в этой сфере. Репортаж Екатерины Зойтиной. Современные системы, умный дом, энергосбережение и дистанционный контроль приборов учета. На выставке инновационные разработки, которые возможно использовать во всех сферах жилищно-коммунального хозяйства. Есть приложение, через которое человек из любой точки мира может контролировать свою квартиру. Также контролируется комфорт, то есть температура в комнате, индивидуально по комнатам, контролируется освещение. Их труд – это качество жизни каждого. Свет и тепло в домах, чистота во дворе, исправная работа водопровода. Все то, что делает нашу жизнь комфортнее. В зале те, кто много лет работает в ЖКХ, слесари, дворники, сантехники, работники аварийных бригад. В их числе электрогазосварщик с многолетним стажем Юрий Юрченко. Он получает почетное звание заслуженный работник ЖКХ Брянской области. Конечно, очень приятно. Я благодарен всем руководителям и тем, кто меня наградил. Ночами, дождь и снег выходим, ликвидируем аварии, чтобы люди дать тепло, горячую воду. В этом и заключается наша работа. Поздравления звучат от представителей исполнительной и законодательной властей региона. Александр Жигунов обращает внимание на то, что жилищно-коммунальное хозяйство – одна из главных отраслей экономики. Правительство Брянской области делает все необходимое, чтобы сфера ЖКХ была эффективной и круглосуточно обеспечила бесперебойное функционирование всех коммунальных систем на благо жителей. Сегодня жилищно-коммунальный комплекс Брянщины включает в себя почти 6,5 тысяч многоквартирных домов, 1122 котельных, более 10 тысяч километров инженерных коммуникаций. Эта отрасль заслуживает внимания от власти. Почему? Потому что вот все вы здесь сидящие – это авторитет власти. Потому что вы каждый день соприкасаетесь с теми проблемами людскими, которые, как говорят на первом плане, что жилищно-коммунальное хозяйство. Последние годы в регионе проводится огромная работа по развитию ЖКХ. Строительство водонапорных сетей, замена канализационных коллекторов, модернизация котельных. Среди важных программ – чистая вода. За пять лет построено 38 скважин, 25 насосных станций, десятки водонапорных башен, километры водопроводных сетей. В нашем Унечском районе построено и в залинейной части города Унеча построено водоснабжение, которого никогда не было. Построено новое водоснабжение в поселке Рассуха, в деревне Шулаковка. Другое важное направление – ремонт инженерных сетей. С 2015 по 2019 года на эти мероприятия направлено 45,9 миллионов рублей. Отремонтировано 146 объектов. По итогам 2019 года паспорта готовности к осенне-зимнему отопительному периоду получило 27 муниципальных образований. В области реконструируются объекты теплоснабжения. Особое внимание – реконструкция очистных сооружений и капитальному ремонту домов. Только за последние пять лет капитально отремонтировано 1638 квартирных домов на сумму 3,9 миллиарда рублей. И в этом году на запланированные объекты, а их более 240, подрядчики выйдут раньше, чему способствует своевременно подготовленная документация, проведенные торги и погодные условия. В числе почетных гостей на торжественном мероприятии – ветераны. В их адрес слова благодарности за многолетний труд. Ремонт в сквере имени Тютчева. За памятником великому поэту началась долгожданная реконструкция лестницы. За ходом работ следила Татьяна Жукова. Инициаторами капитального восстановления лестницы выступили депутаты Брянского городского совета народных депутатов. За счет внебюджетных средств выделены на реконструкцию этой лестницы. Лестница будет в течение 20 дней реставрирована. Подготовить новое бетонное основание под плитку, уплотнить, отреставрировать фасад парапетов – это первоочередные задачи, которые ставят перед собой подрядчики. До сих пор ступени просто стояли на песке, со временем вымывались и в итоге попросту сползли вниз. Будем восстанавливать, уже сегодня будем восстанавливать первую ступень, бетонировать ее и продолжать дальше. Больше десятилетий здесь не велось никаких работ. Ни один десяток каблуков пал смертью храбрых под этими ступенями. Рабочие обещают уложиться в двухнедельный срок. Как мы уже сообщали, Брянск простился с депутатом Евгением Сатаровым. Еще одна печальная новость пришла 9 марта. Ушел из жизни выдающийся ученый, педагог, президент химфака МГУ, уроженец Брянщины Валерий Лунин. Ему было 80 лет. Учился Валерий Лунин в средней школе в Красном Роге. Окончил химический факультет МГУ. Всемирно признанный специалист в области химии, основатель научных школ, которые насчитывают сотни учеников и последователей. До последних дней возглавлял кафедру физической химии. Он неоднократно приезжал в Брянск с выездной школы МГУ. Ученики Брянского лицея номер один из первых уст узнавали о новых специальностях, перспективах развития МГУ и требованиях к уровню подготовки абитуриентов. В результате много брянских выпускников смогли поступить в один из лучших вузов России. Валерий Лунин не терял связи и с научным сообществом БГУ. Преподаватели университета все, кто знал и работал с Валерием Луниным скорбят о его кончине. Телеканал Брянская губерния выражает соболезнования родным и близким великого ученого. Почти 500 добровольцев всей Брянской области торжественно открыли второй межрегиональный форум «У доброты нет возраста». Обсудить работу волонтеров и поставить цели на 2020 год. Главные задачи встречи. Добровольцы и активисты, наставники и спикеры форума уже традиционно в начале года дают торжественный старт добровольческой кампании. Расставить приоритеты и обозначить задачи работы. Ваша миссия делать наш мир хоть чуть-чуть лучше. И я уверен, что совместными усилиями все у нас получится. От имени губернатора Брянской области, от себя, от правительства Брянской области хочу выразить вам огромную благодарность за ту работу, которую вы делали, делаете, и я уверен, будете делать. Волонтеры уже активно принимают участие в патриотических акциях, посвященных Великой Победе. Помогают ветеранам, наводят порядок на мемориалах и памятниках. Вы посвящаете все свои дела от чистого сердца, бескорыстно и принимаете активное участие в различных акциях. И каждый может быть по-разному, но все равно приносит пользу каждому, кто в ней нуждается. Одно из основных направлений форума образование. Организаторы признаются, кроме обучения, немаловажный фактор мотивация молодежи. Мы надеемся, что этот форум станет традиционным и надеемся, что в следующем году он пройдет у нас еще, может быть, более масштабным. У нас, надеюсь, появится еще несколько площадок. Планируется привлечение специалистов и спикеров из других регионов. После торжественного открытия участники форума и модераторы продолжили работы на площадках общественной организации и работающая молодежь, студенческая молодежь и муниципальные образования. Автор более двух тысяч картин. Единственный в Брянской области мастер, имеющий звание народного художника Российской Федерации. 90-летие отметил Юрий Мохотин. Юбиляра поздравила и наша съемочная группа. Свой юбилей он встречает в кругу близких друзей, коллег по творчеству, юных мастеров, любителей живописи и пейзажных зарисовок. Он – легенда брянской культуры. За всю жизнь организовал более 30 выставок, стал обладателем почетных званий, а его полотна – достопримечательности художественных музеев и картинных галерей всей страны. Искусство – это настолько сложно, что словами, как-то, на самом деле, не перескались. Понимаю, искусство было очень сложно. Были удасты, были просчеты, но никогда я не был равнодушен к искусству. Его полотна – отражение традиции национальной живописи и реалистического русского пейзажа, а за каждой работой упорный труд и любовь к Отечеству. Он не пропустил ни одной российской, ни одной всесоюзной выставки. Он экспонент всех этих выставок, которые вот только были в то время. Естественно, у него авторитет был громадный, работой его пользовались заслуженным вниманием зрителей на всех этих выставках. Он был лауреатом премии Грицая, премии «Русский путь» и так далее, Тютчевской. Поэтому нам, художникам нашего поколения, есть с кого брать пример. Неоднократно бывали на выставках у него, бывали в мастерской, делились опытом постоянно. Мы, как студенты тогда, это было еще 30 лет, более 30 лет назад, всегда с восторгом смотрели все выставки. В его коллекции более двух тысяч произведений, а предметом восхищения не раз становились места родной Брянщины. Деревенька, моя, овстук, край вдохновения – лишь малая часть пейзажных серий автора. Мне очень приятно, что сегодня и исполнители, и законодательная власть, и представители различных организаций, общественных организаций, музеи, директора музея, просто люди, которые любят творчество. Юрий Андреевич пришли сюда для того, чтобы его поздравить. Это просто действительно удивительный человек. Поздравить юбилея с праздником приехали и творческие коллективы. Большие победы большого спорта брянский лыжник Александр Большунов вписал свое имя в историю лыжных гонок. Наш земляк стал первым россиянином, который одержал победу в Кубке мира по лыжным гонкам. За два этапа до завершения соревнований Александр Большунов досрочно стал обладателем почетного трофея после решения сборной Норвегии отказаться от участия в североамериканских стартах турнира из-за угрозы коронавируса. Таким образом, брянский лыжник в общем зачете Кубка мира стал недосягаем для главного конкурента норвежца Йоханнеса Клеба. До Большунова эту престижную награду никогда не завоевывали российские лыжники. В 1981 и 1983 годах обладателем награды становился Александр Завьялов. В 1991 году трофей брал представлявший тогда еще СССР Владимир Смирнов. Напомним, что несколько дней назад Александр Большунов стал еще и победителем одной из самых престижных гонок в лыжном спорте королевского марафона классическим стилем на 50 километров, который проходил в Норвегии. 20 лет назад наши соотечественники совершили подвиг. В Аргунском ущелье десантники 6-й роты 19 часов держали оборону. В тот роковой день в Чечне погибли 84 солдата. Среди них был и наш земляк Олег Ермаков, герой Российской Федерации. Его подвиг впечатлил 17-летнего брянского юношу Даниила Стефанишина. Эмоции стали песней. Все подробности расскажет Дмитрий Белов. Рабиев в музыкальной студии нашего телеканала Данил Стефанишин ждет встречи с матерью героя. Совсем скоро песню про своего погибшего сына она услышит впервые. Восхищаясь героизмом десантников 6-й роты юноша посвятил песню нашему земляку герою России Олегу Ермакову. Данила спасибо тебе большое-большое за эту чудесную песню. Эта песня посвящена не только мне а всем матерям у которых погибли сыновья в горячих точках которые отдали самое дорогое что у них было свою жизнь защищая свою целостность нашей России и нас живущих на этой земле. Теплые общения и масса вопросов Данил Стефанишин спешит узнать все о храбром солдате который в далеком марте 2000-го вместе с товарищами стоял насмерть на высоте 776. Олег ведь рос таким же парнем как и ты любил своих друзей любил родителей любил учителей любил своих солдат которых воспитывал и любил конечно свою родину и он часто мне говорил мама идет чеченская война и что бы со мной ни случилось ведь я офицер и честь и долг офицера для меня выше всего в свои 17 Данил учится на юриста в брянском кооперативном техникуме музыкой занимается со второго класса говорит если бы не отец который отдал его в музыкальную школу скорее всего песня бы и не получилась Данил признается что об Олеге Ермакове его подвиги узнал уже в техникуме после знакомства с историей шестой роты решил изучать эту тему как и все люди которые воевали он знал куда шел и естественно человек который с самого детства понимал как я уже ну вот по рассказам все это выяснял он понимал куда он шел в самом начале он знал что он будет военным вот и он знал что он умрет лейтенантом на написание песни ушла всего неделя и текст и музыка все пришло само собой говорит Данила этой песне я дал знать именно что там происходило ну и может быть кто-то заинтересуется и зайдет в интернет и посмотрит что там происходило в Оргонском ущелье герои живы пока жива память о них и песня брянского парня Даниила Стефанишина такой важный вклад в бессмертие бойцов шестой роты и их подвига прямо сейчас в нашем эфире полная версия композиции о герое России Олеге Ермакове в авторском исполнении также вас ждет прогноз погоды не переключать до встречи в эфире Зачем нам помнить о войне? Печаль пронзает сердце сны так быстро рвется жизни нить когда казалось жить и жить он не остался в стороне земную твердь с небесной твердью смешали взрывы в том бою в огне в огне боролась жизнь со смертью в героев в героев верил с ранних лет и изучая тактик боя был предан он своей мечте в грудь в грудь в грудь в грудь в грудь любовь и волю раненый вел класс твои в грудь пациент в грудь Зачем нам помнить о войне И думать о минувшей боли Смертельно ранен лейтенант Ты был готов к солдатской доле Лишь крепче стиснув автомат Закрыв друзей огромным сердцем В ущелье нет пути назад Там к вечности открылась дверца Нам нужно помнить о войне О тех, кто лег на поле боя Жить начинавшие едва Что было небо голубое Раненый вел ты отчаянный бой Рук не поднял и не сдался Веря в героев, ты сам стал такой Только весны не дождался Помним и верим, и в сердце храним Жизненный путь лейтенанта Труд твой и голод, и всю твою боль Войны той чеченской страшной такой Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова